Месяца зависит, вы сломался, чтобы... Полетели! Очередной совет фотографам, да и просто людям, которые любят пофоткаться в необычных местах. Приезжайте на Никольский мост, встаете вот здесь и делайте крутые снимки. Мы в дороге уже 12 часов, время 21.20. Товарищи, у меня уже зад квадратный, а у вас? Квадратный зад у вас? Сидеть, что ли? Вот вообще не время сейчас с этим заниматься, Маша. Ой, какие мы злые. По дороге в город Ниньяк в Симе остановились, посмотреть, что у нас здесь. Мы просто увидели здесь парашютиста и думали, успеем посмотреть на нём, как он летает над городом Сим. Но не успели. Чё-то Паша там кричит. В жизни бы этого не увидели. Перевёз куда-то нас сфоткаться. Вот просто посмотрите, как я иду. Если вы будете вдруг проезжать город Миньяр, обязательно заедьте на эту локацию. Нужно будет повернуть перед вон той церковью направо, оставить там машину и добраться сюда, недалеко идти. Но вид здесь просто потрясающий. На горы фотки получаются очень классные. Вон, вот те товарищи увидели крест на горе. Пошлите посмотрим. Ну, конечно, мы и так уже едем с 8 утра до 5 вечера. Пошлите поднимемся на гору, почему бы и нет. Ладно, ладно. Я не ною. Я сильная, я справлюсь. Хочу на ручки. Они ещё кричат, может сбегай за водичкой. Сейчас, быстренько смотаюсь. Ключи только кинят машины. Нет. Сами позвали подниматься. А теперь кричат, я больше не хочу. Знаете почему? Сейчас покажу. Все ноги вот в этой хрени. И это всё колется. Неприятненько. Очень. Пошли наверх, говорили они. А как спускаться, не подумали по камням. Да? Не надо показывать пальцы. Сломаю. Блин, ну круто, колокола, поезд, вид на горы, закат. Всё, что надо. Шикардос, просто шикардос. Как здесь вообще эта деревня выживает. Все деревья белые. Все машины, все кусты, всё белое в пыли. Хуже, чем в Челябинске, наверное. Чем они дышат-то здесь. Одни раскопки кругом. А мы все едем, уедем. Ещё так далеко никогда не ездили. Как вам наше путешествие? Наконец-то мы приехали ещё на одну локацию. Между локациями у нас получается примерно 2 часа езды. Уже отсидели попу и затекли ноги. Вообще-то Никольский мост. Самый первый бетонный мост в нашей стране. Построен он был где-то в 30-м году. Если моя память не изменяет. А ещё я нашла такую информацию, что после постройки, когда по нему шёл первый состав, под ним находилась в лодке женщина вот здесь, которая, собственно, и руководила всем строительством этого моста. Просто никто не верил, что этот мост выдержит, но он выдержал и до сих пор стоит. Ну вот, видите, только что прошёл по нему состав. Мосту уже 91 год, а он до сих пор функционирует. Кто не хочет ехать сюда ради какого-то Никольского моста, вы можете просто ещё посетить пещеру и родник. Этот объект как раз называется целым комплексом Никольский. Ну, я узнала это в интернете. Почитайте поподробнее, где это находится. В пещеру и на родник мы решили не ехать, потому что время уже поджимает. А нам ещё надо найти место на ночёвку, ставить палатку. Чувствую, это будет всё в темноте. В общем, мы погнали дальше. Какой-то салават тут у них есть. Это Лаклы, куда мы едем. Это салаватский район. Лайон. Лаклы. Салаватский лайон. Лалтары будут. Доехали в Башкирию, заговорили по-башкирски, короче. Мы хотели приключения. Мы их получили. Почти приехали до места, где будем ставить палатку. В темноте. Время 11 часов ночи. Мы поставили палатку. Есть, 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 есть. Есть. Давай. Оставай в Башкирию.